Вот такая дичь! На самом деле все ближе и ближе зима, а это значит, что скоро начнется наш проект с Феллом, поэтому я потихоньку изучаю тему зимнего дрифта, то на чем катается и при каких условиях. Сейчас как раз смотрю канал моих знакомых про дороги и, конечно же, их сибирские зимы. Это, конечно, реально крутые условия для дрифта, в Питере вообще столько снега не бывает, в принципе. В общем, заценил, как парни готовят тачки, как обсуждают много технических моментов, как подготовить машину. И, конечно же, валят на жигах и валят жестко. Как ребята сами говорят, что они набирают скилл для летних покатушек именно зимой. Поэтому зацените их каналчик, ссылку оставлю в описании. Народ, всем привет! Это Steel of Daily и мы находимся в моем гараже, чтобы собрать вещи для поездки в Новгород. Сегодня вечером я выезжаю на фестиваль автосессион. Меня очень давно туда звали, летом у меня не получилось туда съездить. И вот сейчас в октябре уже получится. Поэтому приехал в гараж, чтобы собрать все необходимые вещи и вообще сделать эту серию такой финансово насыщенной. Потому что вы всегда спрашиваете, вы очень любите эту финансовую сторону вопроса. Я на самом деле не очень люблю обсуждать там чужие зарплаты, свою зарплату и вообще все финансовые стороны. Но так как вы часто меня спрашиваете, я сделаю эту серию финансово обогащенную, скажем так. Я уже заехал на заправку, заправил полный бак бензина. Правда у меня была там 1,4 уже залита, но я решил дополнить до полного бака. Сейчас я приехал в гараж, чтобы собрать все необходимые мне вещи. Фестиваль автосессион в Великом Новгороде, я так понимаю, это дрифт плюс выставка. Я еду участвовать именно в дрифт мероприятии. Хочу покатать на местном кротодроме, поэтому я возьму свой боевой обвес. Кстати, не показывал вам, я выпустил небольшую партию наклеечек. Все хотел вам их показать. Не знаю, тут хорошо ли видно. Вырезается прямо по контуру машины. Скоро будут в продаже. За дизайн спасибо лично Игорю Нигматулину, за то, что вызвался, помог и сделал. Получилось реально очень клево. Сейчас надо определиться, что возьму по колесам, какие покрышки возьму и сколько вообще вся эта дрифт-поездка будет стоить на круг. Кстати, зацените календарик. Как же в гараже без календарика ДПС? Вообще нереально. Помните, в предыдущих сериях я покупал два привода и один из них оказался немножко хреновый. Так вот, продавец написал мне, что оставь, пожалуйста, отзыв на фарпосте. Я написал, что, скорее всего, этот отзыв будет отрицательный, потому что один из приводов оказался в плохом состоянии, а вы мне обещали два хороших привода, как и договаривались. Так вот, продавец сразу же сказал, что вышит мне хороший привод. Это вроде правый привод. Вот он, кстати, пришел. Хочу вам его показать. Вот привод. И смотрите, что написано на коробке. Special for Steel of Daily. Очень забавно, потому что вроде я ему не говорил, что я Steel of Daily. Я забыл уже, как продавца зовут, но обязательно подпишу тот снизу. Положу в свою копилку приводов. Их уже тут раз, два, три, четыре. Собираю сюда в угол вещи, которые мне понадобятся. И сейчас встает вопрос, какую резину брать. Точно я возьму свои два колеса Triangle, которые еще покупал давным-давно, в начале лета. Я покупал их за 4 500 за штуку, то есть вышло где-то 9 000. И я до сих пор их так и не скатал. Пару раз скатал на них на автодроме, но это уже было под конец мероприятия, поэтому у меня не оставались. И сейчас на них очень даже неплохой остаток. Остальные все колеса, это все бесплатные колеса, которые у меня лежат. Вот стопка наверху еще немного. Но тут все остались просто по одному колесу или очень стертые. И на эти колеса, я повторяю, что я не тратил денег. Мне их кто-то отдавал, либо я где-то их находил. Сейчас я уже выбрал два неплохих колеса. Тут есть немножко остатка. Также надо взять еще два колеса, чтобы привезти хотя бы 6 колес туда. Итак, сейчас подготовим сливу. И я с нее сниму все обвесы свои новые и поставлю мои тренировочные. Поставил тренировочный обвес и тренировочные колеса. Все, я собрался. В итоге у меня 4 покрышки и два колеса одеты уже на диске. Ворки свои задние оставляю тут. Они мне там не пригодятся. И свой старый обвес тоже оставил тут. Вот такой у меня тут небольшой беспредельчик. 4 покрышки сзади. Плюс пакеты со всякими необходимыми вещами. Приехал к точке сбора. Здесь стоят три автовоза. Ребята потихоньку подтягиваются. Подъехал Игорян. Еще два чайзера. Руслан подъехал. Народ еще зачем-то моется. Потому что на автовозе ехать, а там сразу очень много грязи. Парни несут пороги. На этот выезд организованы автовозы. Автовоз стоит 4 300 туда и обратно. Лас, я заехал. Пришай, кто сюда, как? Себе пахнет. Всем привет, раннее утро. Приехал наш автовоз. Он, кстати, приехал вчера, буквально после нас, там, наверное, через часа два. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ходим всей толпой по трассе. Объясняют, как ехать. На самом деле, вначале очень большая дуга. И потом такие небольшие перекладки. Народу участников очень много. Я только разгрузил тачку. Тут уже начался дрифт. И кто-то там жестко убрался. Вот такая дичь. Тут зона выставки. Ребята, кушают пироженки. Ребята, кушают пироженки. Очередной раз тачка вылетела. Прикол этой трассы, что тут достаточно такая скоростная постановка и длинная дуга. И потом надо сделать перекладку, то есть очень оттормозиться. Началась квала, пошел очень сильный дождь. Проехал первую попытку квалы. Проехал не очень круто, как мне кажется. Потому что распрямился два раза. Сейчас попробую проехать вторую попытку. Их всего две. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Утро воскресенья. Сейчас все приехали в техпарк. Сейчас скоро должны объявить результаты квалы. Мне очень интересно, прошел я ее или нет. Хотел заценить вот этот SX. Он мне вчера больше всех понравился. В принципе, из тачек. На расширении, чуть помян сзади. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как дела, чемпион? Нормально. Вот утро начинается бесконка. Но квала по-любому прошел. Но ты же тебя не развернул или проехал по клиперам? Ну, я рассчитываю в десятки. На самом деле, заключительный этап. Цель у меня даже не столько на этот этап, на какие-то результаты. А сколько по результатам сезона, для этого мне надо в топ-8 попасть. При условии, что мой основной соперник, Полищук, будет первым по квали и будет первым в парниках. То есть, по сути, как бы, ну, надо просто откататься. Но, как бы, как обычно мы так делать не будем. Будем жестить, лететь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас объявляют результаты квалы, и я, по ходу, прошел. Отправить его не ожидал. Потому что учат тридцат первый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из сорока восьми человек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серега Стивов Сергей 18-я Розанов Александр 21-й номер Спалюжак Сергей 1-е место Долгих Станислав 99,67 Очень крутые проездки 14-й номер Вот значит Мой соперник в топ-32 Toyota Karina Йоу Че, как дела? Нормально, шарейку подкрутим И пой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok проиграл топ 32 чел очень круто ехал вообще прям близко-близко со мной я тоже старался ехать близко но меня еще раз привила немного но все равно было круто мне понравилось только что обменял свои дрифт такси билеты на деньги деньги побольше как обычно но кстати прошлый раз прислали все хорошо деньги сейчас никита даже деньги сейчас дает на бобил я на две 750 деньги реальные кстати ночлег стоил по 700 рублей за ночь 1400 плюс поездки соответственно там что-то кушал там тоже ушло где-то ну порядке тысячи рублей бензина кстати мне хватило финальный заезд никита макаров и шепнер лёха у никиты на уреле отлетела по ходу банка ребята тут мне решили подогнать ништяков футболка это коллаборация с брендом отсидор круто вчера в пылине в ней уже танцевал вот и автопати мероприятие мы все оказались в детском лагере как это бы странно не звучало но он сейчас соответственно закрыт и весь лагерь распоряжений всей тусы нормально танцевать и за первое место господи почему когда этот человек приезжает на этапы в петербург к нам либо другим организаторам он уезжает всегда с призами не мы его любим и он реально круто едет до какой бы он в машине не был никита макаров временем всегда а там команды ребят автосейшн футболка автосейшн и от команды как и дрифтинг теперь респектоля и лоу карть ми по моему уехали ребята давайте я за них Девочка будет? Девочка будет! Короче, Серега, есть! Экстез! Есть! Бошки есть! Что хочешь? Хватил опять все призы! Красавчик! Твоя группа поддержки просто! Рейс, бро! Не, реально, красавцы! Все, спасибо ему! Потому что, если бы не он... Получается, ты можешь на любой тачке всех делать! Когда твой бро рядом! Крутяк! Бензы, на самом деле, не хватило! Потому что я, после того, как закончились соревнования, решил еще покататься! И, в общем, у меня закончился бензин! Сейчас купил у Леши Шеффлера 10 литров 98-го за 500 рублей! Сейчас залью, чтобы был! Мы грузимся на автовоз! И, на самом деле, это очень непросто загнать такие тачки на автовоз! Все снимают бампера! Все обвесы снимают! Я снял все! Даже тренировочные обвесы, чтобы заехать! И подставляли кучу досок! Сейчас загоняем Руслана, чтобы ему не сломать задний бампер и пороги! Тачки погрузили на автовоз! Меня забирают ребята на гольфе! Мои хорошие друзья сказали, довезут! Потому что мои друзья из ЛКМ все уехали! Серега! Давай, поехали! Приехали разгружать автовоз! Сейчас нижний ярус тачек уже сняли! Сейчас будем снимать верхний ярус! Здорово! Мы сейчас встретились с Фелом, чтобы поехать кое-что заценить! Соответственно, для нашего дрифт-проекта зимнего! Всем привет! Мы едем в какой-то гараж! В прошлой серии мы сказали, что у нас нет машины для занятий зимой! И что Серега разбирает свою машину, я свою! И к нам обратился один из подписчиков с предложением щедрым взять его машину для тренировок! И более того, скажу вам, что он такой был не один! И вот мы сейчас приехали взглянуть на эту машину! В общем, сейчас увидите своими глазами, как и мы в первый раз! И узнаем, подходит она для наших целей! Хотя я уверен, что подходит, судя по описанию, это то самое, что нам нужно! На самом деле, это именно то, что нам нужно! Тачка перевертыш, которую ребята пытались восстановить, но не очень получилось ее восстановить, потому что геометрия, видимо, пошла неплохо! Но для наших целей это может быть чуть ли не самый идеальный экспонат, потому что машину человек, условно, бесценной оценивает в том плане, что она ничего не стоит ей не продать за хорошие деньги! И кроме как в подобном проекте для нее нет никакой другой судьбы! Как заявил хозяин, кузов в отличном состоянии, потому что она так часто бывала в ДТП, что поменены практически все детали на ней, какие только можно заменить! Но она свежевыкрашенная! Она свежевыкрашенная! Причем здесь же? Она здесь же в гараже и выкрашена, он это сказал, да! Я немножко был удивлен, увидев компакт, я не думал, что это именно компакт, я думаю, купе! По-моему, в переписке шла речь о купе! Ну, не важно, на самом деле, потому что для, скажем так, свамп-проджекта у нас подойдет даже компакт, потому что там задняя подвеска от Е30, а передняя от Е36! Это такая сложная переходная модель! Единственное, что в ней жалко, это помять, это двери! Потому что двери, это очень редко на них найти можно! Ну, такая особенность у компакта! У него морда от седана, что действительно, морду делают очень дешевой! А вот двери очень редкие и дорогие! Ну, про надние крылья речь не идет вообще! Завтра мы забираем тачку, гоним ее в домино, поднимаем на подъемнике, все осматриваем и начинаем, я думаю, дербанить! Потому что, судя по погоде, у нас буквально через полтора месяца будет снег! А может быть, будет просто такая погода влажная, что можно будет на ней наваливать! Только просьба, не теряйте доброту своих сердец! Только просьба, не теряйте доброту своих сердец! Но, пожалуйста, не надо чувство юмора терять! Потеряться может кепка или маленький птенец! Только просьба, не теряйте доброту своих сердец!